Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Зеланлы, Тюрдмахрызлы, Муганлы и Алагуршах Губадлинского района. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан, заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в сети. Минобороны Азербайджана сообщает, что в результате авиаударов удалось уничтожить артиллерийские подразделения и командный пункт противника, добровольческие отряды и боевую технику. В подтверждение тому публикуют видеоролики с расстрелами позиций армии Нагорного Карабаха с воздуха. Информация армянской стороны об артиллерийском обстреле Ираном позиции азербайджанских войск после пересечения дрона Камикадзе воздушного пространства Ирана является ложной, сообщает пресс-служба военного ведомства. Баку также публикуют видеозапись уничтожения добровольческих отрядов Нагорного Карабаха при взятии ряд сел в Джабраильском и Губодлинском районах. Минуты назад мы получили информацию, что в направлении Степана Терта был осуществлен по всей вероятности ракетный обстрел. Атаковали несколько ракет. Как мы видим, на протяжении всей войны Азербайджан по большому счету пытается свои неудачи на разных участках фронта компенсировать за счет мирных жителей. Сегодня было уже 3-4 случая применения против жителей Арцаха преимущественно ракетных средств, сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Спасатели МЧС Арцаха пишут, что в результате ракетного обстрела противника по Степана Терту сгорела машина, разрушенная прилегающая строение хозяйственного значения, магазины, поврежденный газопровод, питающий целый квартал. Вооруженные силы Армении в результате успешной операции уничтожили крупное подразделение спецназа Азербайджана на территории конфликта в Нагорном Карабахе. Уничтожено 9 единиц техники, часть оружия конфискована. В плен попал военнослужащий вооруженных сил Азербайджана, которого в настоящее время оперируют армянские военные медики, уточняет Степанян. Минобороны Армении также упоминают о взбитых азербайджанских беспилотниках на северо-восточной границе Армении. Решение Азербайджана стать зоной влияния Турции является угрозой безопасности для региона, заявил министр иностранных дел Армении Заграб Натаканян. На встрече с госсекретарем США Майком Помпея в Вашингтоне. Деструктивная политика Армении приводит к обстрелам мирного азербайджанского населения массовым привлечениями иностранных наемников и террористов, отметил в свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. В Азербайджане используется любая возможность для разжигания ненависти к этническим армянам. Собранные доказательства показывают, что ненависть широко распространена и поощряется, в том числе путем распространения фотографий и видео об армянах, говорится в опубликованном заявлении команды омбудсмена Армана Татаяна. Мы обсуждаем это, мы работаем с Арменией, посмотрим, что произойдет. Мы сейчас видим по-настоящему большой прогресс, заявил американский президент Донни Трап, комментируя конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха.